И снова добрый день в нашей студии. Продолжается разговор о нарушении особенностей работы пищеварительного тракта. И мы продолжаем разговор о пищевой аллергии. И сейчас мы с вами поговорим о том, как же она проявляется. На самом деле симптомы пищевой аллергии очень разнообразны. Это может быть и нарушение процесса кишечного тракта, а именно поноса, запоры, проявление каких-то примесей в калия ребенка, слизь или какие-то вкрапления зелени и так далее. Это может быть сыпь, это может быть какие-то на коже какие-то пятна, это может быть вплоть до рвоты. То есть достаточно многообразный симптом пищевой аллергии. Причем пищевая аллергия может проявляться даже в таких респираторных моментах, как кашель, рвота, насморк, симптомы интоксикации, то есть температура и так далее. Вот это все реакция организма, она достаточно многообразная. Значит, что с этим делать? Вот здесь вопрос достаточно сложный. Диагностики пищевой аллергии вот такой, чтобы говорят, вот, есть пробы, есть там вот, мы ходили, нам ставили, у нас пищевой аллергии нету. На самом деле проб, определяющих наличие или отсутствие пищевой аллергии на сегодняшний день нет. Поэтому говорить о том, что вот ребенок обследован и у него не найдена пищевая аллергия, абсолютно не говорит о том, что у ребенка действительно нет пищевой аллергии. Почему же тогда ставят вот эти пробы и выявляют какие-то, вводят какие-то аллергены? На самом деле это индивидуальная диагностика, направленная на восприятие конкретно одного или двух-трех видов белка. Видов белка на самом деле огромное количество. Поэтому невозможна диагностика. Возможна диагностика, ну, например, там на аллергию к белку коровьего молока или к белку куриного яйца или к белку, содержащего там в том или ином продукте. Ну, не более того, гарантия, что ребенок не дает аллергию на какой-то другой там продукт, допустим, содержащий там в овсянке или в гречи, абсолютно не будет проверено. Поэтому, скажем, диагностировать можно и, наверное, нужно, но воспринимать эти результаты как вот аксиому, естественно, мы не можем. Значит, поэтому вся диагностика сводится к индивидуальному определению аллергии. То есть, так называемый метод пропиошивок. Как это выглядит практически? Ну, дали ребенку какой-то новый продукт. Несколько дней смотрим. Есть реакция и нет реакции. Если реакции нет, то этот продукт давать можно в том же количестве. Потому что, если мы количество увеличим, через некоторое время реакция может быть положительная. Почему? Потому что аллергическая реакция всегда проявляется в двух формах. Реакция немедленная. То есть, что-то дали, через несколько минут или там в течение часа все вылезло там, допустим, сыпь появилась или понос. Или реакция замедленная, когда в течение некоторого времени, ну, как бы скапливается вот эта реакция. И в какой-то момент, даже когда мы этот продукт не дали, вдруг она оказывается в своих проявлениях. То есть, допустим, давали там один раз яйцо, другой раз яйцо, третий раз яйцо, а на четвертый раз яйцо не дали. А у ребенка появилась там аллергическая сыпь, предположим. Поэтому мы даем всегда понемножечку новый продукт. Смотрим, есть реакция, нет реакции. И дальше происходит... Да, мы видим, можно давать этот продукт или нельзя. Если реакция появилась, то этот продукт заносится в черный список. То есть, мы ни при каких условиях его не даем, даже если он в каких-то очень маленьких частях входит, ну, в какой-то рацион. Вот, допустим, если у ребенка есть аллергия на яйца, то даже если мы даем какой-то торт, в который добавлены яйца, то ребенку этот торт давать нельзя. Реакция все равно проявится аллергическая. Поэтому будет нехорошо. То есть, мы заносим в черный список и никогда не... Ну, продолжим, у ребенка аллергическая реакция на помидоры. Значит, все, что содержит помидоры, включая там кетчуп, включая еще какие-то томаты, включая там даже, допустим, там какой-то продукт в томатном соусе, ну, казалось бы, ну, что там, чуть-чуть, все равно не даем. Будет реакция, даже если не сразу, то через какое-то время. Значит, что делать, если выявлена реакция? И вот, скажем, да, вот, предположим, есть известно, что у ребенка аллергия на, скажем так, молоко, на коровье молоко, а ребенок на грудном вскармливании. Вот, казалось бы, он не получает этот продукт, но этот продукт получает мама. И реакция, естественно, через молоко проявится у ребенка. Поэтому очень важно четко определить диету кормящей матери. Она ни в коем случае не должна есть те продукты, которые вызывают аллергию у ребенка. Это должно быть исключено. А если ребенок непонятно на что реагирует, значит, мы определяем, на что он реагирует через диету матери. Сначала она, в нее убираем практически все основные продукты, способные выдать аллергическую реакцию наиболее часто. И потом потихонечку начинаем вводить эти продукты и смотреть, как ребенок реагирует. Если на какой-то введенный продукт дает реакцию, то этот продукт вычеркивается и заносится в черный список. И уже матери не дается ровно столько, пока она кормит ребенка грудью даже один раз в сутки. Как только грудное кормление прекращается, матери разрешается этот продукт, а ребенку уже ни при каких условиях этот продукт не дается. Таким образом, мы способны справиться с пищевой аллергией. И здесь очень важно терпение, очень важна внимательность ваша и так далее. Почему нехорошо частое проявление пищевой аллергии? Дело все в том, что при такой реакции, во-первых, происходит резкое снижение иммунитета. Ребенок на фоне пищевой аллергии становится, ну скажем так, с иммунодефицитом. У него возникает большая вероятность заболеваний различных. Он не справляется с той инфекцией, с которой он сталкивается. И такие дети болеют гораздо чаще. Это раз. Второе. Происходят сбои в золочно-кишечном тракте, которые довольно быстро приобретают хроническую форму. И ребенок уже в возрасте, скажем, 12-14 лет будет страдать хронической патологией желудочно-кишечного тракта. Соответственно, чем старше, тем сильнее патология будет развиваться. С возрастом ситуация пищевой аллергии может меняться, особенно в периоды вот таких глобальных изменений организма, в частности, половое созревание, в частности, беременность у женщины. И вдруг, да, можно заметить, что надо же, вот пищевая аллергия была-была, и вдруг она куда-то исчезла. На самом деле, когда идет гормональная перестройка организма, меняются и иммунные реакции, иммунные ответы организма, поэтому пищевая аллергия может исчезнуть сама по себе. Ничего удивительного в этом нет. В этой есть определенные особенности организма. Очень важно воспринимать то, что ребенок, страдающий пищевой аллергией, это ребенок достаточно ослабленный по определению, особенно в тех моментах, которые отвечают за иммунную систему. Поэтому нагрузки на иммунную систему у него должны быть особенные, то есть щадящие. В данном случае ребенок с пищевой аллергией должен прививаться по определенному щадящему графику. Там тоже не нужно впадать в другую крайность, отменять от него все прививки. Но нужно понимать, что прививки должны быть щадящие, должен готовиться к этому, потому что у такого ребенка удар по иммунной системе может привести к возникновению какой-то той или иной патологии, потому что организм будет ослаблен. Значит, при определении наличия пищевой аллергии у ребенка потенциально очень важно, ну вот такой анамнез, то есть очень важно ситуация в семье, склонность к пищевой аллергии передается по наследству. Поэтому если родители имеют пищевую аллергию на тот или иной продукт, достаточно большая вероятность, что у ребенка будет тоже аллергическая реакция на этот продукт. Поэтому это заведомо надо иметь в виду, и к такому продукту нужно относиться с очень большой осторожностью. Если вы его даете первый раз, то нужно дать очень маленькую дозировку и посмотреть несколько дней, как будет ребенок это воспринимать. А если без этого продукта можно обойтись, то лучше его не давать вообще. Значит, я думаю, что основные вопросы, связанные с пищевой аллергией, мы сегодня разобрали. Если будут какие-то дополнительные вопросы у вас, если что-то в нашей сегодняшней лекции возникло, появилось что-то непонятное, с чем-то вы не согласны, пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. И мы вернемся при необходимости еще раз к этой теме. А пока я с вами прощаюсь. Всего доброго. И через некоторое время мы еще поговорим о некоторых моментах, на которые вам интересны были вопросы об этих проблемах, вы задавали наиболее часто. А пока всего доброго. До новых встреч в нашей студии. До свидания.